В рамках тематического года семьи в России стартовал проект «Всей семьей». Участницами всероссийской акции, направленной на сохранение лучших традиций и ценностей, стали семьи из Северского района. В этом сюжете хотим рассказать о дружной и творческой семье Залезецких из поселка Афибский. Под девизом «Главное вместе» Залезецкие справляются с трудностями и наслаждаются удачами и достижениями. Глава семьи Виталий – талантливый скульптор, участник многочисленных региональных и даже международных выставок изобразительного искусства. Из природного камня Виталий создает настоящие шедевры. Его работы украшают дома и приусадебные участки не только жителей нашего района. Говорит, что увлекался вырезанием еще в юношеские годы. В ход шло все – мел, дерево. Потом нашел свой материал, хоть и достаточно неподатливый, но работа с которым приносит максимум удовольствия и удовлетворения. Каждая из работ Виталия уникальна. Идея может быть навеяна прочтением интересной книги или прогулкой вдоль реки. Стоит увидеть подходящий камень, в голове сразу возникает образ. За процессом перерождения камня обычно всегда наблюдают коты из соседских гаражей. Ну и, конечно, работает легче с верным помощником – семилетним Павлом. У сына есть свой тренировочный камень, который он терзает молотком и зубилом. Паша вообще растет всесторонне развитой личностью. В школу ходит с удовольствием и стабильно приносит отличные оценки. Помимо учебного процесса, принимает участие практически во всех школьных и районных конкурсах и акциях. Здравствуйте. Здравствуй, Паша. Ты принес нам свои работы? Да. Какой ты молодец, как всегда. Для конкурса эстафета поколений нарисовал рисунок и изготовил открытку, отражающую события военной истории страны. После школы пару раз в неделю спорт. Павел занимается в секции прыжков на батуте. После недавней травмы через несколько месяцев реабилитации возвращается в строй. Это для здоровья, а для души занятия в театральной студии при Афибском ДК. Именно здесь вовсю раскрылся его талант. Ребята готовят военную постановку Паша в роли маленького мальчика, потерявшего маму во время бомбежек. У каждого из членов семьи Залезецких свои хобби и увлечения. Но собираясь в теплой, уютной квартире после работы, учебы и кружков, они чувствуют силу и поддержку, необходимость и счастье быть вместе. Кошка-мурка как четвертый член семьи. Дама с характером, у которой неоднозначные отношения с Павлом. То любовь, то кошкам вход воспрещен. Квартиру украшают картины кубанских художников, многие из которых друзья семьи. Вот эту картину мне подарила дочь нашего северского художника Анатолия Николаевича Нежельского. Но, к сожалению, его уже нет в живых. Вот, а картина есть. Картина называется «Любовь». Подарила она мне ее за то, что я составляла трехтомник воспоминаний жителей северского района «Детей войны». И туда вошли воспоминания Анатолия Николаевича. Елена выступила составителем серии книг под названием «А было ли детство?». Познакомиться с ними можно, например, в межпоселенческой библиотеке Станицы Северской, где женщина работает ведущим библиотекарем. В этот трехтомник вошло 50 человеческих, так сказать, жизней, судеб, людей, переживших страшное лихолетие Великой Отечественной войны. Здесь собраны истории со всех практически поселений нашего района. Хотя бы по одному человеку оно есть. Но их объединяет одно единственное целое – это боль, бомбежки и одна большая вера в Великую Победу. Елена пишет замечательные стихотворения и детскую прозу. Своим кумиром называет Александра Пушкина. Не подражает, но в творчестве великого поэта ищет вдохновение. Началось еще со школьной скамьи. Писала стихи, когда влюблялась, грустила или радовалась, сочиняла для подруг. Собирала все в простую черную тетрадь, сопровождая иллюстрациями. Когда стихов стало слишком много, решила собрать их в первый сборник. Следующий вышел после большой жизненной утраты. Посвятила его Елена памяти своей бабушке, с которой была близка. Ну и третий сборник стихотворений родился во время работы на РЖД, которую женщина называет едва ли не лучшим временем жизни. Занимала должность инженера отдела Северокавказской железной дороги. Именно железная дорога мне подарила, иди сюда, моего маленького вдохновителя. Вот этого вот ребенка, благодаря которому вообще все в нашей жизни происходит. И у меня есть такое стихотворение, которое называется «Самый главный». Я его написала, посвятила своему сыну. Я не иду, я будто птица. Я парю, не споря, не спеша и плавно. Есть рядом тот, которого люблю, которого считаю самым главным. Я за него готова мир перевернуть, согреть рассвет от своего дыхания. И в ад и в рай, не думая шагнуть, чтоб обошли его мои страдания. Кроме работы в библиотеке, Елена Залезецкая руководит районным литературным клубом «Гармония» и является членом Российского союза писателей. Ежегодно она участвует и становится победителем или призером многочисленных районных, краевых и всероссийских творческих конкурсов. Сейчас мечтает издать книгу детской прозы, посвященную, конечно, Паше. Любовь к поэзии и книгам мальчик перенял у мамы. Распорядок дня у Павла может быть разным, но одно неизменно – ежедневное чтение. Любимая книга «Огнива» Андерсена перешла от мамы по наследству, ну а любимый автор – сама мама. Сейчас у Паши в свои семь лет уже не менее внушительное портфолио, чем у родителей. В папках грамоты, дипломы и благодарности со всевозможных фестивалей, конкурсов и мероприятий. Номинации «Оригинальный жанр» Павел победил во всероссийском конкурсе «Смотри, как умею» в рамках всероссийского проекта «Навигаторы детства». Победу принесло авторское стихотворение. Мальчик признается, что счастлив, любит дом и папу с мамой. Дни рождения, прабабушкин сервиз, кошку и компьютер. Сама Елена говорит, что спустя годы наконец поняла для себя, в чем заключается секрет семейных отношений конкретно для них. В первую очередь, любовь и поддержка, и еще много разных мелочей. Мы не мешаем друг другу в творчестве и стараемся друг у друга учиться. Мы учимся у Павла, Павел учится у нас. Ну такая вот, знаете, гармония любви в семье, когда царит, и это самое главное. Но главное, когда еще все мы и всегда делаем вместе. Поэтому девиз, наверное, нашей семьи – главное вместе. Вместе отдыхать, вместе творить, вместе работать, вместе участвовать в каких-то конкурсах. Но главное – вместе.